Столица мира И вот что тогда произошло На заводских митингах трудящиеся города гневно осудили возобновление бомбардировок Вьетнама армии США По словам рабочих, американские агрессоры должны немедленно вывести свои войска из дружественной СССР страны Чувствуешь? Что? Напалм, сынок, ничто так больше не пахнет Обожаю запах напалма поутру В Барнауле прошли международные соревнования по фигурному катанию Венгрии и чехи очень удивились тому, что в городе здание строят даже зимой На соревнования приехала восходящая звезда советской школы фигурного катания Ирина Роднина Без помолчите, кто там что-то видел? Помолчать! Вы видели что-то там? Бессовестная сидишь здесь, фигуристка! Барнаульский аэропорт закупил несколько новых самолетов Як-40 Борты летают в Челябинск, Горноалтайск, Томск, Новокузнецк и Красноярск А самолет Ан-24 выполнил свой первый рейс из Барнаула в Ташкент Кинотеатр Родина, открытый в 1941 году, закрыли на капитальный ремонт Родина, еду я на Родину, пусть кричат у Родина Во Дворце спорта и зрелищ прошли концерты артистов Югославской эстрады Газ, 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 газ Начались работы по возведению нового речного вокзала Проектом предусмотрено благоустройство берегов реки Барнаулки Построить хоть что можно, главное продать Все-таки там жилой комплекс будет А кто сказал, что именно жире там должно быть? Вы планируете снести это здание? Да, все А еще в 1972 году на Алтай с рабочим визитом Приехал генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев А приехал, кстати, он не просто так В этот год из-за засухи вышел неурожайный А вот на Алтае, наоборот, намолотили рекордное количество зерна Леонид Брежнев специально прилетел к край поблагодарить алтайских крестьян И обсудить это событие и поговорить в целом о визитах первых лиц страны на Алтай Я вновь пригласил известного краеведа, кандидата исторических наук Данила Дегтярева Данила, привет! Всех приветствую! Ну, давай кратко, традиционный вопрос наш во всех подкастах Почему это событие, по твоему мнению, может стоять в одном ряду С изобретением паровой машины Ползунова для города Барнаула То есть это такое великое событие Ну, это, наверное, потому что последствия этого события Положительные последствия визита Брежнева мы ощущаем до сих пор Все-таки вот сложилась такая традиция Приезд высших руководителей Это повод для того, чтобы что-то у них попросить для развития нашего региона И вот в то время очень грамотные и нужные вещи попросили у Леонида Ильича И он их выполнил как руководитель, фактически руководитель Советского государства И, в общем-то, для нашего города, вообще-то, начало 70-х годов Это действительно совсем никакой не застой Тут нужно сказать, что, значит, визит связан был с тем, что Алтайский край Был вторично награжден Орденом Ленина Орденом Ленина он был награжден в 1970 году Значит, рекордный урожай был собран, действительно, только не в 72-м, конечно В 70-м году была, действительно, засуха В хлеборобных регионах Юга СССР И у нас Алтайский край дал, ну, значительное количество зерна Что позволено избежать хлебного дефицита в Советском Союзе И вот за это край был награжден Орденом Ленина И Брежнев решил лично приехать в Барнаул Для того, чтобы, ну, вручить руководству этот орден Документ о награждении Ордена Ну и, собственно, действительно, лично поблагодарить жителей нашего региона То есть Алтай, конечно, прежде всего воспринимался как жительница Сибири Как столица аграрного региона Несмотря на это, вот те последствия визита Брежнева Связаны как раз таки не сельским хозяйством Как ни странно А Барнаул 70-е, это был город, как он выглядел? Уже мы с предыдущего подкаста знаем с тобой, что трамваи ходили, автобусы ходили Троллейбусы только готовились опустить Насколько уже город где-то был полмиллиона? Ну, насколько он был развит по сравнению с другими столицами Сибири? Достаточно развит на самом деле Барнаул 70-е годы Это уже вполне современный город То есть здесь действительно было развито уже автомобильное движение То есть были асфальтированы улицы основные Уже практически везде были снесены не то, что землянки после военных и военных лет Но даже бараки заводские военных лет в основном тоже были снесены Город уже застраивался панельными многоэтажными домами То есть первые девятиэтажки это 70-е или 71-е годы На Ленинском в районе Нового рынка В это время в Барнауле уже появился, например, подземный пешеходный переход Всказь в 72-м году на площади Октября К визиту Брежнева ее там реконструировали Появился подземный переход Это прям признак крупного города Началось строительство третьей ТЭЦ То есть двух уже не хватало Уже город значительно вырос В это время активно застраивается район так называемого поселка Урожайного Сулимы Нынешний Активно застраиваются дальние черемушки Черемушки, да, трамвай запустили как раз в этот год На черемушек Да, совершенно Ну, имеется в виду, черемушки-то ближние Эти были уже в 60-е годы А вот дальние, то, что мы сейчас называем Докучаево Кстати, пройдет еще год И в 73-м году поселок Докучаево войдет в черту Барнаула Это, если кто не знает вообще, поселок Докучаево Это яма Вот это Это так народе называют до сих пор иногда Ну, да Но просто Докучаево сейчас чаще называют то, где трамвайная конечная А яма другое место А яма это яма, да А на самом деле в поселке Докучаево это яма и есть Я завидую журналистам, которые работали в эпоху 70-х Ну, в чем-то, конечно Потому что я специально выписал Только в 72-м году ты уже сказал, что реконструировали площадь Октября ТЭЦ-3 начали строить Возвели уже ТЭЦ-2 Как раз в этом году То есть, столько топовых событий При этом еще политехнический манеж построили Открыли здание Пентагона Общежития нашего аграрного университета Тринадцатиэтажное такое красивое здание На ту эпоху было в центре города И что-то появлялось, появлялось, появлялось И еще раз появлялось Столица мира Давай перейдем непосредственно к визиту Брежнева Я вот нашел в одной газетной вырезке той эпохи Красочную статью о том, как среди школьниц города Проводили кастинг девочек, которая должна вручить генсеку красивый букет цветов Я, ну, предполагаю, наверное, что какой-то наподобие сотрудников ССО это было уже тогда, в 70-е Вот как вот именно непосредственно готовились в Барнауле к визиту первого человека страны И, ну, ты сказал про площадь октября, что сделали Ну, наводили марафет в городе? Ну да, безусловно, конечно Тогда это уже эпоха была, то, что называется, застой И нужно было показать город в лучшем виде Но к тому времени Барнаул уже обладал международным аэропортом То есть Брежнев прилетал уже не непонятно куда А во вполне современный, один из лучших в Советском Союзе аэропорт И да, действительно, проходил и кастинг среди школьниц Для того, чтобы там вот его встречала лучшая-лучшая Там самая красивая, самая умная юная жительница Барнаула И в целом, конечно, все это в значительной мере походило уже на нынешние визиты первых лиц То есть уже была разработана четкая программа Где, что должен Леонид Ильич посетить Уже были подготовлены для него, ну, места для проживания Конечно, это не какая-нибудь там гостиница Это крайкомовские дачи партийные Соответственно, ну, что называется, на высшем уровне Вот, уже были проработаны маршруты, когда он куда поедет Ну, конечно, в то время в городе же не было такого интенсивного, например, автомобильного Движения То есть перекрывать город, как в следующие приезды каких-нибудь там уже нынешних руководителей Это, конечно, тогда сильно-то не требовалось Ну, вот Народ-то он ходил, Брежнев, к толпе? Ну, есть, есть свидетельство, что да, да Ну, не то, что Брежнев прям любил ходить в народ В этом отношении этим больше Ельцин отличался Вот прям пообщаться с людьми, с простыми Ну, тем более, что это было им политически выгодно А Брежнев все-таки, вот, его в то время воспринимали уже прям вот как ВИП, максимальную ВИП-персону Поэтому для него были ВИП-условия Значит, ему в городе показали, что показали Ну, конечно, он же прилетел в аграрный регион То есть ему нужно было показать достижения сельского хозяйства А какие у нас основные достижения? Это сельскохозяйственная наука И Барнаул ему представили как центр сельскохозяйственной науки прежде всего Поэтому в Лисовенко он поехал Да, он поехал в НИИ садоводства Сибири имени Лисовенко В том время самого Михаила Афанасьевича уже не было в живых Там была Ида Калинина, руководитель Есть несколько знаменитых фотографий пребывания Брежнева в НИИ Лисовенко Там ему подали наливочки из местных плодово-ягодных культур Она ему очень сильно понравилась Хотя Брежнева постоянно, ему же, ну, он же уже был к тому времени немолодой Вот, и ему врачи запрещали много, что называется, употреблять И его приходилось постоянно одергивать Его, ну, и тем, кто организует его встречи, тоже постоянно намекали на то, что Дорогому Леониду Ильичусь слишком много наливать не надо Вот Ну, и потом ему показали то, что называется научный городок То есть НИСХОЗ, Институт сельского хозяйства Поля показали А тогда же ведь поля были вот там, где сейчас это вот Докучаева Там, где сейчас там Шукшина, вот это, этого всего еще не было Там были хлебные поля То есть вот эти вот многоэтажки это построили прямо на полях Вот примерно эти поля ему и показывали Тут вот в районе, в районе города Барнаула Ну, то есть Брежнев, конечно, осмотрел прежде всего вот такие вот Сейчас, наверное, руководители бы по таким местам не повезли Брежнев еще был в такой форме, когда слово систематически он не выговаривал, как сиськи-масиськи Мы знаем, в позднюю эпоху уже было такое А давай обсудим, собственно, принимающую сторону Первым главой крайкома партии был Александр Васильевич Георгиев, великий человек Который руководил регионом с 61 по 76 год Мы знаем, что на ужине после визита официальной части Брежнев спрашивал руководителя региона о том, что нужно краю И вот одним из решений было просьба Георгиева Это строительство Алтайского госуниверситета Почему именно такую просьбу у генсека Александра Васильевич? Да, ну, смотрите Александр Васильевич Георгиев, да, это первый секретарь крайкома КПСС И, получается, в это время, значит, Барнаулом руководил Мельников Он как раз в этот год заступил, по-моему, в 72-м или в 71-м году Да, 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 да То есть это вот эпоха Георгиев-Мельников Это, наверное, эпоха максимального расцвета Барнаула И Барнаул уже превращался не просто в административный центр Алтайского края Он должен был бы стать и значимым городом в масштабах всей Сибири А во многих других соседних сибирских городах уже были классические университеты И Барнаулу не хватало именно высшего учебного заведения Где готовили бы, во-первых, ученых-специалистов в области фундаментальной науки И, во-вторых, преподаватели высшей школы Вот такую подготовку мог обеспечить только классический университет И Георгиев действительно попросил Брежнева посодействовать в открытии в Барнауле Классического университета И из этой просьбы вырос АГУ, Алтайский госуниверситет Который уже в мае 1973 года был организован И, получается, с сентября 1973 года начал занятия Ну и вторая просьба Это выделить дополнительные средства Ускорить сооружение троллейбуса в Барнауле и Рубцовске То есть речь шла в целом же о развитии края Мы, кстати, с тобой в предыдущем подкасте об этом говорили Что развитие троллейбуса именно в край, в Барнауле Именно вот визит Брежнева подтолкнул Кстати, Анатолию Ивановичу Мельникову улицу недавно открыли в Барнауле Такое долгожданное событие на самом деле Ну да Кстати, улица Георгиева, с ней интересная история Ведь улица Георгиева, она изначально должна была называться улица Сулима А Сулима-то герой гражданской войны Но люди к тому времени, в 70-е годы уже подзабыли, кто такой Сулим И вместо улицы Сулима стали называть ее улица Сулима Ну, Сулима тогда было известно, это какое-то ядовитое вещество Вот, в общем, улица Сулима И вот так появился район Сулима То есть улицы Сулима нет, она сейчас улица Георгиева называется А район Сулима есть в результате То есть вот по-разному, да, как сложилось, запечатлелась память О двух этих выдающихся руководителях нашего региона именно 70-х годов А вот если тандем их рассматривать, Мельникова и Георгиева То понимаем, что сейчас без федеральных средств Очень сложно возвести любой объект дороже миллиарда рублей в городе и в крае А они, насколько они могли вкладывать средства Насколько плодовитая была их работа в тандеме И что вот именно им появилось Ну, про Георгиева, правда, говорят, что он так критикует его Что он, дескать, продал край за орден Ленина Ну, продал в том смысле, что у Алтайского края были определенные преференции И в плане финансирования до вот вручения этого ордена, до визита Брежнева Алтайский край мог оставлять себе большую часть средств А после, ну, как бы вот после ордена, да, после награждения Вроде бы как Алтайский край потерял эту прерогативу И пришлось просить больше средств именно из союзного центра Из федерального центра, да, действительно Но на самом деле в то время же ведь такого жесткого разделения бюджетов на местные, союзные Так сильно-то не было То есть не было такого, что Москва все себе, себе, себе А на регионы вообще закрывала глаза Нет, конечно, было масштабнейшее финансирование всего-всего-всего Любой стройки И можно было, в принципе, выбить в союзных министерствах вполне реально Крупные деньги на действительно масштабные какие-то проекты Ну, тот же вот, тоже обустройство речного вот этой вот площади Перед ним, устья Барнаулки, это что же, там, строительство нового моста через год Это все тоже за союзные средства начиналось То есть речной вокзал за союзные средства Да, конечно Масштабный был проект Еще про Георгию, кстати, говорят, что Ну, он действительно факт обнаружил с многими артистами С Мордвяковым, Евгением Матвеевым И те, кто, ну, скучает И тем, кто не ходит на День города Потому что кажется, что он скучный И вот тогда День Барнаула Благодаря этим артистам, которые приезжали каждый раз Это всегда было масштабно, весело И интересно Давай вернемся к визиту Брежнева Какие итоги еще, помимо строительства университета И как сам Брежнев-то оценивал этот визит Что он говорил про Алтай и Барнаул Ну, в принципе, ему здесь очень понравилось Ему очень понравилось наше гостеприимство Сибирское, Алтайское Ну, конечно, вернуться, может быть, он не сильно бы хотел Хотя, почему нет Ну, на самом деле Я бы не сказал, что Вот кроме этих двух Кроме этих двух Университет и троллейбус Каких-то Ну, вот вручение Ордена Ленина Второго Какие-то еще более Более значимые моменты Нет Ну, просто это очень большая эпоха И каждый год что-то действительно важное для города появлялось Я, кстати, гулял Один раз был на ТЭЦ-3 экскурсии И директор рассказывал, что вот именно Ее строили к днему рождения Брежнева Что такие подарки хотели сделать Первой улице страны Ну, ее построили-то уже гораздо позже Ну, понятно, что в любом случае Ее начали строить Ну, да, такое вполне может быть Но, опять же, строительство ТЭЦ-3 Оно было запланировано, конечно Не в связи с визитом Ну, просто именно хотели в срок В срок, да Чтобы сделать приятно Да, что-то такое могло быть Я люблю рубрику «Мифы и легенды Алтайского края» И тоже наткнулся на такую статью, что в 73-м году в таежном массиве на берегу озера Какуй якобы строили дачу для Брежнева Что вот приехал, ему понравилось здесь и решили такой масштабный домик для генсека Ну, может быть Он там якобы ни разу не останавливался Ты слышал что-то про эту историю? Ничего не слышал Скорее всего, это как Хотя, вот не исключаю, что Ну, Какуйское озеро Это же не далеко от Барнаула Это, в принципе, в районе вот там устья Чумыша В принципе, там могли строить дачу для Брежнева Почему нет? Ну, по крайней мере, могли какие-то работы начинаться Ну, вот, не знаю Это какая-то уж совсем местная легенда Даже не барнаульская Ну, да, да, да А 70-е, если не брать еще визит Брежнева То чем еще эта эпоха так важна для нашего города? Ну, прежде всего, 70-е, я думаю, это как раз вот Ну, можно сказать, практически апогеи развития То есть это время, когда Барнаул перешел через 500 тысяч населения И вошел в разряд так называемых крупнейших городов Это время, когда Ну, вот я уже сказал Барнаул в это время стал современным городом Там были построены современные кинотеатры Тот же мир, да, кинотеатр? Мир широкоформатный, которым мы пользуемся Любимый мой кинотеатр Да Были, вот, началась эпоха многоэтажек Окончательно у нас победили, значит, чехословацкий подвижной состав трамвая То есть вот эти кругленькие трамваи Татры, на которых мы едем Они в 70-е годы окончательно вытеснили старые еще послевоенных годов отечественные КТМ В это время были построены многие хорошо знакомые нам здания Ну, допустим, там ДК Котельщиков Потом однотипные с ним, там, Театр Мускомедии То, что сейчас музыкальный театр Алтая В это время, как я уже говорил Значительно расширилась сеть школ, детских садов, больниц, магазинов Ну, в общем, да, это современный город Уже вот прям, если бы мы попали, скажем, в 70-е годы, скажем, в 71-72 Мы, в принципе, Барнаул бы увидели примерно, конечно, не таким, как сейчас Конечно, нет Ну, точно застройки не было, высоток, конечно Нет, было очень много частного сектора, да, безусловно Многие районы Но он уже был вот узнаваемым Это вот не, скажем, не 30-е годы, да, попади в современные жители В 70-е уже газификация началась, по сути, даже Ну, как, нет, газификация, это уже 90-е годы магистральный газ А то, что вот делали в многоэтажках, в этих местных газах Я примерно, да, да, местный газ Местный газ, да Да, уже, да, уже даже кое-где, да, местный газ начался, совершенно верно Ну, и границы даже уже примерно такие же, как сейчас, плюс-минус были То есть уже там ближе к Солнечной Поляне город выходил Ну, правда, активно работали заводы Конечно, этим сильно Барнаул отличался от нынешнего Не было ТЦ, зато были заводы Тогда не было еще телеграммов, мессенджеров и журналистских пулов И я вчера пытался найти архивные какие-то видео про визит Брежнева Оказалось, их не так много А почему так получилось? Ну, они, наверное, есть, просто нет их в открытом простое Двенадцать минут всего лишь на Ютубе какой-то фильм такой, где он такой полуофициозный Ну вот, все, а зачем, зачем нужно было еще что-то снимать по поводу Ну, тогда же было радио еще, давайте не будем забывать И наверняка визит освещался в газете «Алтайская правда» широко Значит, на радио Ну, а на телевидении вот действительно там какой-то небольшой телерепортаж Все этого достаточно Столица мира Давай поговорим о визитах других первых лиц страны И мы знаем, что Николай II, в частности, допустим, не был никогда на Алтае близко А вот Сталин приезжал И про его тоже визит ходит много слухов и легенд Вот расскажи поподробнее, вот тем более он был не только в городе, но ездил в Рубсоск Вот, для чего он приезжал на Алтай? Ну да, как ни странно, за нашу длинную историю Несмотря на то, что Барнаул был центром сереброплавильного производства Ни один царь и даже хотя бы наследник престола сюда не заехал Здесь был единственный великий князь То есть это, ну там, брат царя Который, конечно, царем никогда бы не стал Первый, да, это генеральный секретарь ЦК ВКПБ Сталин Это был январь 1928 года И приезжал он сюда для того, чтобы выяснить, в чем причины кризиса хлебозаготовок И как решить проблему, ну, как выбить хлеб с крестьян, грубо говоря И здесь было проведено в Барнауле совещание По этому поводу с местными руководителями На котором Сталин устроил руководителям разнос за то, что они взялись с ним фотографироваться И сказал, что вы хорошие ребята, сибиряки Умеете встречать, фотографироваться, вот хлеб собирать не умеете Ну и за этим он же ездил в Рубцовск То есть там вот этот регион, то, что нынешний Восточный Казахстан Он туда-то в сам Восточный Казахстан не поехал Там до Семипалатинска не поехал А остался в Рубцовске, в Рубцовке тогда еще И, соответственно, там тоже было подобного же рода совещание по хлебозаготовкам Там тоже он устроил разнос местным коммунистам В 28-м же Сталина еще таким не рисуют демоном Вот какие-то, что называется, есть данные о выводах, что называется, руководства страны По поводу визитов на Алтай Кто-то там лишился головы сплющих Нет, 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 репрессии в то время еще Сталин же еще не был единоличным партийным лидером Еще шла борьба внутри партии И здесь, ну, главный оргвывод, который сделал Иосиф Истерионович после вывода на Алтай Это, судя по всему, решение о форсированной сплошной коллективизации То есть он, пообщавшись с сибирскими крестьянами, понял, что крестьянина уговорить Какими-то способами идеологическими отдать хлеб по низкой цене не получится У него хлеб по низкой цене можно просто только силой забрать И это было реализовано в результате сплошной коллективизации Ну, это уже другой вопрос Нужно было так делать, не нужно было так делать Понятно, что жестокая мера Но вот корни здесь А где останавливался Сталин? Здесь-то, вот в Барнауле, я так понимаю, что он, по-моему, особо не... То есть он сюда приехал на поезде Он же на поезде Ну да, он на поезде В то время ездили, не было еще авиации Она была в зачастливом состоянии И первые лица ездили на поезде Это Брежнев летал на ИУ-62 Да, Брежнев Таком современном, который, собственно, и построили по его желанию Сталин-то на поезде путешествовал Даже вплоть до того, что он же ездил зимой И пришлось там железную дорогу расчищать Когда ее застрял на поезде Да, за милой Вплоть до того, что чуть ли не лично он с лопатой эти рельсы расчищал Любопытная история В Алтай, да А помимо выводов по хлебу Какая-то еще помощь региону во время его визита была оказана? А тут нужно еще понимать, что вообще-то в то время Алтайского края не было И Сталин, когда приезжал сюда, в Барнаул-Рубцовск Он приезжал в Сибирский край Это был Барнаульский уезд Рубцовский, даже не уезд, наверное, округа уже были Барнаульский округ, Рубцовский округ Вот, то есть Именно вот как бы вот Помощи конкретным округам Но какой смысл? Нет Ну, единственное, что, конечно В это время уже началась форсированная индустриализация И, конечно, здесь уже разворачивались стройки Уже Туркестан-Сибирская железнодорога достраивалась Тут уже кое-какие заводы на территории Алтая Тоже первые строились в это время Но все-таки больше визит Сталин наносил сюда Нисколько приехал барин наградить кого-то Нет, это был именно рабочий визит с целью решения проблем Ну и время было такое, 28-й год Ну, суровое время Да, суровое время, конечно Между двумя войнами, мировыми революциями, конечно Тут не до сантиментов Тут уже не построишь, там, розчерком пира, там, мост или какой-нибудь университет А давай поговорим о визите Никиты Хрущева Он был в 54-м И тоже по поводу его поездки тоже много мифов и легендов есть И вот то, что вот везут его на автомобиле по проспекту Ленина Вместе с ним в машине сидит первый секретарь каракома Николай Беляев И Хрущев спрашивает У вас врачи есть? Он ему отвечает Да нет Какие врачи? Он приезжает, уезжает Медуниверситет есть? Спрашивает Хрущев Да нет, откуда? И Хрущев показывает якобы в окно пальцем Говорит, что за здание? Говорит, да, здесь КГБ Нет, здесь будет медуниверситет Так, собственно, благодаря визиту Хрущева появился главный медицинский университет края Это достоверная история? Так оно и было? Существует по всему, да Ну, факт, что это здание было спроектировано для КГБ И строили его спецслужбы, это факт И то, что медицинский университет вдруг появился ни с того, ни с сего И очень быстро, то есть он Даже не успели его открыть первого сентября И прием там учебное занятие началось, по-моему, в октябре 54-го года То есть, скорее всего, действительно имело место вот такое волюнтаристское решение И это как раз прям в стиле Хрущева Да, очень, да, это прям в его Это в его репертуаре Кстати, Хрущев же был здесь не один раз Хрущев на Алтае был три раза Три Это единственный высший руководитель нашего государства Который посетил наш регион вот за такой короткий период трижды Насколько я помню, что во время какого-то из приездов дворец спорта благодаря ему появился Так, дворец спорта, он был открыт в 67-м году Да, могли в 61-м году начать строить Да, начать строить в 61-м Он был в 54-м, он был в 56-м И он был в 61-м году Кстати, один из визитов как раз был связан с награждением Первый раз орденом Ленина в 56-м году Ну, а вообще-то Хрущев сюда ездил тоже ради сельского хозяйства Это его интересовала целина, его интересовала сельскохозяйственная наука И с этим связана еще одна знаменитая легенда Что кто-то сказанул Хрущеву, что якобы в Барнауле есть центр сельскохозяйственной науки Какой-то аграрный научный городок И он прилетев в Барнаул, попросил показать этот городок Ничего, естественно, тут якобы не было Хотя, на самом деле, к тому времени уже был опытная станция А не схоз он тогда Ну, то, что институт на поселке Докучаево Вот, он был Но якобы Хрущева привезли то ли в штабку, то ли куда-то еще Значит, там на зданиях понавесили табличек Институт такой-то, институт такой-то И якобы вот это вот все ему показали А Хрущев как будто бы не сообразил Потом его возили на ВДНХ Как раз она была открыта в 1955 году И в один из приездов, кажется, в 1956 Вот, его возили именно туда показать краевую сельхозвыставку Конечно, ну там было что показать, безусловно Ну и потом с его визитом, конечно, связана главная легенда нашего города Это так называемый Хрущевский тракт Якобы дорога от аэропорта до поселка Докучаево Или до сельскохозяйственного какого-то Ну, чуть ли не до поля Была за ночь построена асфальтовая дорога Прямо по земле ее проложили Вот Хрущев проехал И потом этот Хрущевский тракт куда-то вроде бы как Сейчас какие-то остатки от него Где-то что-то ищут Так это правда или нет? Нет, конечно Конечно, нет Но Хрущевский тракт, он действительно существовал То есть дорога, по которой проехал Хрущев от аэропорта К Докучаево, к институции сельскохозяйственного Вот этому НИИ Эта дорога, часть ее сейчас-то улица Панфиловцев Да, это действительно Аэропорт был в районе улицы Взлетной Ну, поселок Докучаево, там вот где сейчас Яма Да, тут вот в районе Юрина, Островского Вот там сами эти корпуса сельскохозяйственного института были Соответственно, ну и вот дорога, которая их соединяет Да, это вот улица Панфиловцев Ну и потом там частично, видимо, где-то дорога шла по нынешним кварталам Жилым уже Да, то есть эта дорога реально существовала Но ее за одну ночь никто не строил Безусловно, нет Ну и в целом, конечно, с Хрущевым связано много таких вот интересных историй Казусов Там в Рубцовск он приезжал, там ему памятник Сталину не понравился Не понравился, его убрали быстро после этого Да, это был первый памятник Сталину в Советском Союзе, который был снесен по инициативе Хрущева Причем это было вот уже в 56-м году, после 20-го съезда Даже не в 61-м, после 22-го, когда тело Сталина вынесли из Мавзолея, в 56-м уже году А Андропов и Черненко, предполагаешь, что не были на Алтае? Ну нет, они и на высших постах-то были несколько месяцев Были, да, особенно Черненко там меньше года Да, он там Горбачев тоже не был, Михаил Сергеевич, на Алтае в качестве руководителя страны, но был уже там в 80-м году И в 96-м он приезжал в Барнаул, там посетил Старый базар и встречался с Александром Суриковым Ну в 80-м он был как представитель ЦК КПСС здесь Он же за сельское хозяйство, он же с Краснодара Да, да, со Ставрополя Да, Ставрополя, да Получается, и да, он сюда приезжал тоже в связи с аграрным развитием региона А в 96-м году он был кандидатом в президенты России, вообще-то, если кто-то не помнит В выборе 96-го года, там, и это была его предвыборная поездка, конечно, здесь И на эту встречу даже не пустили журналистов тогда, что настолько был сильный такой Либо Ельцин, либо... Да нет, скорее всего, не пустили журналистов, потому что Горбачев, наверное, тогда не вызывал каких-то положительных эмоций В связи с развалом СССР Ну, за Зюганова уже топили активно, и многие считают, что в 96-м году именно он выиграл выборы Ну, Зюганов это Зюганов, это немножко другое А Горбачев тогда воспринимался как просто, но откровенно, нулевая политическая фигура Просто пораженец и виновник многих бед Собственно, виновник многих бед, ну, приезжал в 90-х и человек, который, собственно, ускорил процесс Ну, да, второй виновник этих бедов, скажем, говорят Это Борис Николаевич Ельцин Сделаю спойлер про Ельцина и 90-е, и про эпоху Баварина Мы поговорим в следующих выпусках Но все равно кратко мы не можем не затронуть эту тему Время было очень тяжелое Ельцин как раз из тех людей, которые ходил в народ, и в Барнауле за ним толпы бегали Вот эти, кстати, очень много видео, как он в аэропорту приземлялся, как он около кинотеатра Мира с людьми общался Обещал, что цены вот-вот спадут, надо потерпеть, и в итоге цены там в три раза повысились И вот, кстати, благодаря визиту Бориса Николаевича появился новый мост Ну, это не только Там самокупность, да, что он только, вот, понятно, что готовили уже самостоятельно этот объект Но просто, что вот он стал таким Да, про визит Ельцина есть такая, ну, не байка, это, скорее всего, правда Дело в том, что, как-то вот сейчас уже, наверное, подзабыли, но Ельцин был высокого роста И он здесь, естественно, ночевал И ему нужно было найти кровать и постельное белье соответствующего размера Искали по всему городу Нашли с большим трудом вот и кровать, и соответствующие там просто не одеяло Которые подошли бы по размерам для президента России То есть вот, как бы, вот эта экономическая разруха и организационный хаос Он даже вот на этом отразился То есть, скажем, визит Брежнева, это было четко, как по нотам расписано И все знали, как, где, правильно, что сделать его прям идеально Показали все с лучшей стороны Визит Ельцина, это хаос, разброд Ему даже машину кто-то там камни кидал, разбили лобовое стекло Сейчас сложно представить, чтобы там Путину кто-то кинул камень Нет, это, конечно, можно сделать, но только этот человек через 5 секунд будет с прострельной головой Да Ельцин как-то с юмором потом относился А я хотел тебя спросить Одно дело, когда мы вспоминаем 18-й век, 19-й Даже вот эпоху Горбачева, Хрущева и Брежнева не так много людей, которые остались А Ельцина, вот насколько историки сейчас вот этот период изучают, тем более очень много людей, которые сопровождали Вот ты расскажешь, что существуют байки, мифы А насколько этот вообще период в истории нашего города изучен хорошо? Да нет, он плохо изучен Вообще, в принципе, советская история, то, что позже 60-х Вот сейчас только начинается осознание того, к исторической ценности 60-х годов Ну пусть даже 70-х Вот уже вот постарели те, кто тогда в 70-е годы были молодыми Им уже сейчас, грубо говоря, ну плюс-минус уже 70 сейчас И они начинают осознавать, что а вот это когда-то вот в годы нашей молодости А 80-е, 90-е все-таки еще воспринимаются как такая современность, что там изучать Все так все помнят Да, все так, якобы, и так все все помнят А сейчас начни спрашивать какие-то подробности Уже и не скажут, хотя, казалось бы, ладно, даже не тысячи Уже десятки, если не сотни тысяч людей жили здесь в это время и видели все своими глазами Я думаю, что когда будем писать подкаст о Визите Ельцина Надо обязательно будет позвонить и поговорить со свидетелями этих событий Сейчас с Амсанычем Суриковым Я думаю, он какие-то вещи может такие спустя много лет рассказать Который тогда не мог, учитывая статус главы региона Было бы интересно, я тоже Сурикова послушал Такая весомая эпоха, в которой мы с тобой живем, это эпоха Владимира Путина Путин был очень много раз на самом деле Я посмотрел там 5 или 6 Причем он мимолетно много раз был Там несколько часов, как во время паводка 2014 года Он здесь на 2 часа приземлился в республике Алтае в аэропорту Или там, по-моему, в 2016 году он приезжал в Белокуриху Когда там по курортному делу было совещание В Барнауле он толку не заезжал, давайте уже будем честны Но в Барнауле он все равно был В 2003 году он приезжал с Суриком, встречался Бывал в предгорных районах края Он, в частности, Черышский район И, кстати, с этим я сейчас байку расскажу Пришло мое, что называется, время Я как-то, помню, в 2008 году или 2007 сплавлялся в Черыше И меня, собственно, нас сопровождал как раз человек, который сплавлял Путина И он говорит, что там ФСОшники, сотрудники безопасности приехали за неделю Там все дно проверили, каждый куст Ну, естественно, пропустили мужика с удочкой, который рыбачил И Путин, проплывая на лодке с охранниками Охрана уже выставила винтовки Мужчина стоял спиной к президенту на берегу И якобы с рассказа этого мужчины Говорит, что Путин подъехал и спрашивает, клюет? И мужик говорит, какой клюет? Один товарищ нехороший всю рыбу распугал Путин посмеялся Якобы даже мужик не повернулся И он не знал, что это президент И дальше начал рыбачить Так вот, благодаря тому визиту президента А что, кстати, благодаря тому визиту? А, собственно, ничего А, собственно, ничего То есть, несмотря на то, что даже Ельцин, казалось бы, такая Диагностический центр Диагностический центр был открыт Да, действительно, там и новый мост достраивался То есть, вот, казалось бы Это, кажется, был последний руководитель Пока что из, вот, после визита которого Что-то действительно важное, крупное Здесь возникло, появилось Все остальные, ну Потому что на похороны Евдокимова приезжал Тоже, по сути, это же был такой На несколько часов буквально Где он там переговорил с местной элитой Ну, конечно, опять же, это вот Ну, я не знаю, почему вот Эта традиция у нас утрачена Возможно, потому что У нас сейчас первые лица, они Скажем, в сам-то Барнаул практически не заезжают Так, проездом где-то что-то с кем-то Переговорить что-то Как-то Барнаулом почему-то оказался неинтересен А как ты думаешь, это проблема первых лиц государства Или это проблема тех, кто, ну, что называется, просит Вот Георгиев не постеснялся попросить университета А у нас, ну, могут там попросить лишний раз бояться Ну, я не знаю Мне кажется, это Это, мне кажется, и местная какая-то проблема Вот И Отношение, мне кажется, в Москве уже к нашему региону Больше нот Что у нас? Какая-то аграрная окраина Ну, вот еще красивые места природы То есть А что вы там будете нам просить? Какие-то университеты, заводы, больницы? Ну, кстати, в 2009-м тоже принято записывать то, что Крайовая клиническая больница привелась благодаря Ельцину Он там у Ельцину, Путину, он приезжал там Несколько часов проводил, с Карлиным общался Но на самом деле это не так, потому что ее уже там Она уже построена была Она уже построена была, да, да, да Это такое, это просто он посетил, посмотрел, покивал головой И поехал в Москву Так а в 2009-й год, опять же, Путин уже был не президентом Да, да, он был премьер-министром, да Ну, Медведев был Вот про его наследника, кстати Именно Медведев приезжал с Кабаева на Алтае, не Путин Что удивительно, я узнал В 2011-м году Дмитрий Медведев Сначала он, кстати, был у нас в Барнауле в 2008-м году В качестве премьер-министра Тоже ездил, кушал огурчики в теплицу нашу, индустриального района Заезжал в кинотеатр «Мир» Там был в этот день концерт группы «Машина времени» И он с ними песню «Костер» исполнил Я почему помню, я был студентом И как-то вот тогда СМИ активно про это рассказывали Но в 2011-м году он уже был президентом И город, вот что называется, действительно готовился Отмыли улицы, отмыли дороги, почистили На каждом, там, через 100 метров поставили пост ДПС машину Вот ты помнишь, как раз он приезжал в Алтайский госуниверситет в 2011-м году Ты как раз работал, ты помнишь, как в университете тогда относились? Ну, конечно, конечно, помню То есть там тоже было все, все там мели, чистили чуть ли не Чуть ли не зубными щетками там все очищали Да, действительно, это было И все это было уже традиционно заорганизовано Тогда, то есть вот прям вот Отбирали конкретно тех людей, которые придут на встречу Там вот какие-то вопросы какие-то можно ему будут задать То есть вот это вот, это, конечно, все было То есть это да, чем-то напоминало визит Брежнева Прям вот все должно было быть как по нотам Согласись, благодаря визиту Брежнева на Алтае Там тот же Минниверситет построили А вот благодаря визиту Медведева Столовая в ДКорпусе появилась Как-то вот масштаб немножко разный Построили экстренно, чтобы, если он спросил у студентов Мне рассказывали, педагоги, что они говорят Да, у нас есть где покушать А на самом деле тогда, ну, была проблема в ДКорпусе со столовыми Да почему-то было тогда это кафе Оно просто было, может быть, не в самом лучшем виде Это универкафе то, что сейчас называется Ну да, но согласись, это не кафе, не уровни, которые можно показать первым главам Ну это студенческая столовая, обычная студенческая столовая Но мы знаем, что Медведев нарушил планы руководства ВУЗа Отправился не в ДКорпус, а в физико-технический Да, да, где там, собственно, есть фотографии, где линолеум пошорпанное Где все отклеено и не так камильфо выглядит, как планировали ректор И, подарюка, во время визита Медведева Наши жители города активно шутили по этому поводу Я выписал самые лучшие образцы народного творчества, зачитаю, с вашего позволения Оби течения развернули, пока Медведев в Барнауле Блестят в столовой все кастрюли, пока Медведев в Барнауле Все дети вовремя уснули, пока Медведев в Барнауле Ой, это мой любимый, кстати Чехол от сума состернули, пока Медведев в Барнауле И бомжей отмыли и обули, раз уж Медведев в Барнауле И вот это народное творчество, тогда хэштег в Твиттере и в других социальных сетях Близ сотни просто И я думаю, что вот этот народный фольклор, он останется в истории больше, чем визит Дмитрия Анатольевича Да, чем реально Ну и, кстати, вот когда он, в прошлом году или когда, в позапрошлом приезжал? Да, когда он на поезде из... это был в 19-м году, ноябре А, в 19-м году, вот, ноябре тоже И подобные же стишки тоже стали тиражироваться Но это еще более-менее приличные стишки про... И, кстати, там покруче были Он ехал на поезде из Новосибирска в Барнауле И обсуждали развитие, собственно, железной дороги в Сибири И вот одним из пунктов было, это запуск скоростной ласточки Ласточки Вот, два года прошло, ласточки нет А ласточка по-прежнему в депо Да, ласточка депо, это говорит о том, что утратили значимость визиты первых лиц государства в наш город Толка, короче, от них нет Спасибо тебе за беседу Следите за нашими анонсами И слушайте подкаст «Столица мира» на Аммиг Столица мира